Мужчины и боялись этих женщин, и восхищались себя. На многие века сохранились предания о непобедимых амазонках, которые покоряли воинов древности не только оружием, но и своей красотой. Древние греки рассказывали о том, что царство Дев-Лоительниц находится где-то на востоке. Побывать там довелось немногим. Те же, кто хоть раз видел амазонок, уже не могли их забыть. Сердца самых отважных героев были разбиты непокорными Девами-Лоительницей. Никто не сомневается в том, что они действительно существовали. То есть слишком много подтверждений. То есть это не легенда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Легкие, как ветер, неуловимые амазонки совершали свои набеги на античные города и снова возвращались в свою далекую страну. Современников поражало их умение ездить верхом без седла, при этом метко стреляя из лука. А слаженность их действий делала амазонок непобедимым. Они не стремились к стычкам, к ближнему бою. Наскакивали, стреляли из луков, побеждали, в общем-то, натиском и скоростью. Своего времени какие-то точечные такие партизанские действия. Свидетельством их существования для меня были работы Геродота, который писал о войнах амазонок со скифами. В конце концов, скифы победили и захватили скот и юрты амазонок. Они шли три дня на восток и три дня на север. И таким образом основали новое государство. На поле боя не раз встречались с амазонками древние греки, римляне и турки. Девы-воительницы не только не уступали мужчинам храбрости, но оказывались хитрее и проворнее. Как свидетельствует авторитетнейший античный историк Геродот, даже, казалось бы, проиграв сражения, амазонки никогда не сдавались. Вот этот эпизод, который рассказывает Геродот, реки в одной из стычек с амазонками, так сказать, захватили их на корабль, плыли по Антуексинскому, это Черное море. Вот, но амазонки их побросали в море, пускай плавают все дельфинами. Вот, а сами, не умея управлять кораблем, в общем, растерялись. Их выбросило штормом в устье реки Танейс. И они вернулись на свою прародину. Но где искать эту древнюю прародину амазонок? Кем были эти легендарные девы, не пожелавшие подчиняться мужчинам? Археологические находки доказывают, царство амазонок существовало. И не где-нибудь, а на территории России. Смотрите далее. Секреты боевых искусств амазонок. Это в сторону уже какого-то колдовства и воздействия, манипуляции на сознание. Побежденным дарили любовь. Мальчика возвращали в это племя, а девочек оставляли себе. В 30 километрах от Ростова-на-Дону, в лес развалин античного города Танейс, еще в 1994 году археологи обнаружили первое удивительное захоронение. Девушка была погребена вместе с оружием. Рядом с ее останками лежали щит и короткий меч Акинака. Кости ног девушки оказались искривлены от постоянной езды верхом. Явный признак принадлежности к воинам-кочевникам. На сегодняшний день здесь обнаружено уже около 800 древних захоронений. Найдены останки целого отряда депвоительниц. Здесь сотни захоронений, в том числе и женщин с оружием здесь были. Были захоронения. Также этот комплекс на этом участке, в будущем музейном проекте, все это будет показано, развернуто, рассказано. Неужели загадочная Амазония находилась в низовье в Доннах? Старший научный сотрудник археологического музея-заповедника Танейс, Валерий Чеснок, в этом нисколько не сомневается. Он убежден, что девы-воительницы жили на территории современной России. Причем было это по историческим меркам в недавнем прошлом. На карте, составленной в 16 веке для императора Карла V Габсбурга, еще обозначена страна Аммаксония. Во-первых, река Дон называлась река Амазонок. В древности. И на старинных картах средневековых иногда так-то пишут. Река Амазонская река, река Амазонок. В 10 веке в Киевскую Русь прибыл посол византийского императора Никифора Фоки, знатый патрицией Калокир. Судя по оставленным этим вельможей записям, он был поражен порядками царившими при дворе киевского правителя. Великий князь Святослав Игоревич, жизнь которого находилась под постоянной угрозой из-за бесконечной войны с древлянами, доверил свою защиту женщинам. Его окружали молодые статные девы, вооруженные мечами и луками. Все время, пока длились переговоры с византийским послом, воительницы оставались рядом с князем, следовали за ним и во время военных походов. Что заставило киевского правителя доверить свою жизнь женщинам? Неужели на Руси девы-воительницы превосходили мужчин в воинском мастерстве? Историки полагают, что эти женщины были прямыми потомками тех самых амазонок, которые когда-то своими набегами наводили ужас на древних греков, римлян и турок. У них в основном преобладали наездницы, конные наездницы. Оттуда все, в общем-то, варианты конного боя. Оказывается, женские воинские отряды существовали в России и всего несколько столетий назад. Во время знаменитого Азовского сидения в 1641 году в битве с турками участвовали казачки-наездницы. Возглавлявший османскую армию по шагу Сейн-Дили писал султану, что даже женщины в Азове представляют великую опасность для его янычан. Превосходные наездницы быстро и метко стреляют из лука, окружают противника за считанные секунды. Уступая мужчинам в физической силе, русские амазонки побеждали их с помощью женской хитрости. То есть лошадь ехала. Это знаменитый казачий круг, который сейчас входил кругом к лошади, заворачивались. Потом они изображали от себя отступление. И когда за ними бросались в погоню, они на ходу поворачивались и из лука догоняющих убивали. Этого никто не умел делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Это огромный цикл о полонецах. Полонец от слова «полон» взяла в плен. Полонец от слова «поле». Выедем в поле, помиримся с силушкой. Мы прекрасно знаем, что у Ильи Муромса жена была из полонец, то есть из женщин-богатырей, которая в поле его и победила. И это огромный цикл славянский, огромный славянский цикл. Но как жили древние амазонки? Сегодня ученые могут дать ответ на этот вопрос. Знаменитый итальянский купец и путешественник Марко Поло совершил путешествие на восток в 14 веке. Вернувшись на родину, он написал книгу о разнообразии мира. Есть в ней сведения и об амазонках. По словам Марка Поло, воительницы жили обособленно. Но раз в год с марта по май они встречались с молодыми мужчинами из соседних поселений. Свидания проходили прямо под открытым небом. Подобная история об амазонках испокон веков передают из поколения в поколение и народы Кавказа. Ну, как можно представить, допустим, женщин без мужчин. Мальчиков уходили там, например, в северо-кавказском, это южно-кавказском варианте легенды. Они обращались к племенам нормальным, вот, так сказать, дружили с ними, влюблялись там в мужчин. Потом, значит, беременели, откачевывали. Мальчика возвращали в это племя, а девочек оставляли себе. А вот без приглашения приходить в поселение амазонок не стоило. Источники утверждают, что одним своим взглядом любая из них могла превратить противника в камень. Что за сверхспособностями они обладали? Был ли это гипноз? Или блестящее владение знаменитым бесконтактным боем, который сегодня является почти забытым воинским искусством? Это тонкие энергетические тела, так называемые, которые есть у человека. Вот, работа с ними. Ну и, собственно, работа с сознанием напрямую. То есть, когда сознанию задается какой-то образ, сознанию противника формирующийся, и этот образ уже начинает работать. Вот. Это уже в какую-то некую сторону такую, или нейролингвистического программирования, если мы научным языком возьмем. А по-простому, по-народному, это в сторону уже какого-то колдовства и воздействия, манипуляции на сознание. Вот. Что делало амазонок непобедимыми? Как им удавалось наводить ужас на целые армии? По одной из версий, они владели системой древнейших знаний. Чтобы их освоить, необходимо было пройти длительное обучение в закрытом поселении. Три ступени посвящения, каждая из которых продолжалась около семи лет. Это оккультная эзотерическая система боевого искусства. Где ты на первых степенях изучаешь, да, как стрелять из лука, как рубиться сабли, как ездить на лошади, как варить какие-то отвары. И это продлилось шесть лет. Шесть-семь лет. Вторая ступень – это как начать обходиться без многих вещей. То есть лечить себя уже не отварами, а заговорами и так далее. И тоже шесть-семь лет. И последняя, третья часть – шесть-семь лет. Это когда ты мог уже силой воли отвести стрелу. Остановить саблю. Заставить человека сойти с ума. До наших дней сохранилось предание об Авдоте и Рязаночке. Якобы простая девушка не побоялась отправиться в Орду из разоренной монголо-татарами Рязаны. Она ходила в Москве. Безоружная, утомленная, тяжелой дорогой рязанская простолюдинка добивается личной встречи с самим ханом Батыли. Как удалось Авдоте и Рязаночке убедить безжалостного завоевателя отпустить ее сестер? Более того, как гласит предание, из Орды были освобождены все, кто был взят в полон в Рязанской земле. Слава об этом событии тут же разлетелась по всей Руси. Может, Авдоте и Рязаночка воспользовалась магическими знаниями амазонок? Неужели она была одной из легендарных дев-воительниц? Одной из тех, кто прошел серьезную подготовку в поселении амазонок. Естественно, выбирали из числа девочек, которые там оказывались у них, наиболее пригодных для боя, более агрессивных девочек, более выносливых, сильных. И, естественно, проводили обучение, передавали свое мастерство, секреты какие-то, видения. Широко это не распространялось, поэтому до нашего времени практически ничего и не дошло. Тренер по смешанным единоборствам Александр Широков много лет работает с женщиной. По его мнению, сила и агрессия амазонок до сих пор скрыта во многих российских женщинах. Те, кому удается пробудить эту энергию и научиться ее контролировать, становятся настоящими мастерами рукопашного боя. Специфика женского боя, по мнению Широкова, во все времена остается неизменной. Он гораздо эмоциональнее и стремительнее мужского. Амазонки умели превращать это в преимущество. Само слово «амазонка» древнегреческого происхождения в переводе оно означает «свыжженной грудью». Как полагают специалисты, название это возникло не случайно. Но оно вовсе не означает, что они выжигали себе одну грудь. После нескольких лет обучения молодая воительница должна была продемонстрировать свое воинское мастерство в настоящей битве. Тех, кто выдерживалось пытание, принимали в ряды амазонок. На тело воительницы ставили огненное тавро – знак принадлежности к женскому воинству. С этого момента новая сестра по оружию не боялась ни боли, ни смерти в бою. Это было некое такое воинское братство, сестринство даже, скажем так. Вступление в сестринство подразумевает под себя ритуал посвящения. Воинские посвящения, они всегда характеризовались чем-то, ну там, прижигал рук кинжалом, еще что-то. Здесь они к себе клеймили грудь, ну как тавро ставили тавро, что они принадлежат к этому сестринству, сообществу, сообществу воинов. Археологические находки, сделанные на Дону и в Поволжье, сегодня заставляют ученых пересмотреть нашу историю. Все это время роль женщин в политической и социальной жизни наших предков мы явно недооценивали. Именно в руках дев-воительниц находилось оружие, а значит и власть. Это, конечно, феномен, который еще, так сказать, наше поколение историков не разгадает. Феномен амазонки. Тут нужны психологи, археологи. Тут еще вот какой момент. То, что женские захоронения, оружие обычно сделано так, что им невозможно было воевать. Из золота. Золотые мечи, щиты и стрелы, обнаруженные археологами в женских погребениях, были символами безграничной власти. Амазонки господствовали в этих дворях. Современные технологии позволили ученым воссоздать по сохранившимся до наших дней золотым нитям и нашивкам костюмы женщин-воительниц. Оказалось, что в древности эти дамы предпочитали носить штаны. В них было удобнее ездить верхом, охотиться и стрелять из лука. Причем, как правило, эту часть снаряда шили из кожи. Смотрите далее. Красота. Самое опасное оружие коварных амазонок. Пока для нас светит солнце, было влюблено друг друга. Прародительницы ведьм могли управлять стихиями. Они могли с помощью секретных мантр воздействовать на воду, воздействовать на движение ветра, на землю. Судя по всему, амазонки мастерски владели и оружием соблазнения. В арсенале древних воительниц оказались многочисленные браслеты, кольца, бусы, гребни, бронзовые и серебряные украшения. Амазонки знали, как соблазнить любого мужчину. Они пользовались бальзамами и благовониями. Бальзамарии, флаконы для духов, там эти мисочки, что про стирки, вот такие для косметики. То есть, все то же самое. Пиксиды коробочки, туалетные коробочки. Масса вещей. Понятие женской красоты не изменилось за тысячелетие. Китайский зеркал. Геероглифом была такая надпись. Эта надпись звучит так. Пока для нас светит солнце, было любить друг друга. Красиво, да? 2000 лет. Ну, зеркала бронзовые сохраняются довольно плохо. А вот серебряные зеркала, когда они находятся в культурном слое, подождешь, пока под солнышком земля, так сказать, проподсохнет, дунешь и видишь самого себя. Ну, так сказать, холодок по коже. Такие ощущения, которые трудно передать словами. Предания о юных девах-воительницах, владевших искусством рукопашного боя, рассказывают и в Юго-Восточной Азии. Когда во II веке наши эры китайские войска оккупировали земли Вьетов, территорию нынешнего Вьетнама, на защиту родины встала 19-летняя девушка по имени Чин. Азиатскую амазонку до сих пор почитают в народе как настоящую героиню. Да, она сплотила вокруг себя колоссальное количество мужчин, воинов, и фактически стала во главе этого огромного, значит, ветского воинства. Она была чарующе красива, но она была огромна. А в современной Индии и сегодня действуют школы традиционной женской борьбы. После серьезного отбора сюда попадают только самые быстрые и выносливые девушки. Говорят, что наивысшей степенью мастерства считается владением искусством борьбы вслепую. В этой школе учится огромное количество девушек, причем они достигают такого высокого мастерства, что если даже им завяжут глаза, они так тонко чувствуют, что происходит вокруг, буквально по движению воздуха, и улавливая тончайшие какие-то колебания звука, они могут сражаться реально с противником, который вооружен холодным оружием, и они одерживают верх. То есть они очень так вот натренированы. Одна из индийских легенд рассказывает о дочери-властителе древнего города Мадурай, царице Тхадатагаи. Сами боги велели воспитать ее как воина. Эта прекрасная амазонка умела подчинять себе даже природной стихии. Когда ее отец умер, Тхадатагаи заняла его место на престоле. Она собрала армию и отправилась в поход. Соседние царства одно за другим покорялись воительницами. И только юный царь Сундарешвара не пожелал подчиниться амазонке. Предание гласит, что Тхадатагаи попыталась взять штурмом даже священный Кайлас. Сундарешвара вышел навстречу девушке, чтобы противостоять ее натиску. Но увидев юноши неземной красоты, Тхадатагаи сдалась без боя. Сундарешвара велел ей возвращаться домой и готовиться к свадьбе. Она владела стрельбой из лука, она искусно владела мечом, верховой ездой. Она знала различные секреты употребления секретных мантр, которые запускают небесное оружие. Она владела секретом перевоплощения, перемещения в пространстве и так далее и тому подобное. То есть теми так называемыми мистическими совершенствами или ситхами. О каком небесном оружии идет речь? Древнеиндийские тексты говорят о том, что оно всегда попадало точно в цель. Тот, кто им обладал, становился непобедимым. Получается, что в далекой древности небесные стрелы и копья прекрасных амазонок значительно превосходили аналоги современного оружия. Причем говорится, что иногда эти стрелы были заряжены какой-то неведомой силой по описанию, напоминающей действия ядерного оружия. То есть они могли уничтожать зародыши в утробе матерей. Они могли уничтожать целые города по желанию стрелка, воина. Они могли разбивать целые когорты воинов, всего лишь единожды выпустив стрелу. Легенда описывает, как древнеиндийские амазонки с помощью мантр, известных им ведических заклинаний, использовали силу стихий – воздуха, воды, солнечного огня. Без труда они насылали на земли противников проливные дожди или нескончаемую жару. Неужели речь идет о подобии климатического оружия, которое даже в наше время называют оружием будущего? Считается, что это не какая-то уловка, а это реальное воздействие на силу природы. И такой способностью в прежние времена люди обладали. Они могли с помощью секретных мантр воздействовать на воду, воздействовать на тепло солнца, на лучи солнца, воздействовать на движение ветра, на землю. Фактически они могли даже менять в каком-то смысле законы природы, превращая один элемент в другой. Например, могли превращать землю в воду, воду в огонь, огонь в воздух, воздух в эфир, и использовать эфир как разрушающее небесное оружие. В Индии верят, что первой женщиной, получившей небесное оружие, была Дурга, имя которой переводится как «непобедимая». В ее честь каждый год отмечается праздник Наваратри. Считается, что в далекой древности именно Дева-Воительница спасла всю Вселенную от могущественного тирана Махишасуры, противостоять которому не могли ни земные цари, ни боги. Боги, которые были свергнуты с небес, они обратились к верховным богам Вишну, Шиве и Брахме, чтобы их защитили. И разгневанные Шива и Вишну открылись в рты, и из этих ртов появилось сверкающее пламя, из которого появилась прекрасная женщина. Это была Дурга. Ей дали издавое животное тигра, и каждый из богов дал ей свое оружие. Булаву, меч, трезубец, диск, веревку, лук и стрелы. Воинственная Дурга издала громкий рев, услышав который, злобный Махишасура бросил в бой всех своих лучших полководцев. Как гласит легенда, на вершине горы развернулась Великая битва. И не было равных в том бою воительницы Дурги. Она одна справилась с целыми полчищами врагов. После того, как у битвы были все верховные полководцы Махишасуры, он сам пришел на битву. И он воплощался то быком, то слоном, то львом. И вел битву то на земле, то в воздухе, чтобы сражаться с ней то невидимым, то видимым. И он становился сильным именно ночью. Поэтому все битвы были по ночам. Было 9 ночей. Древнеиндийской Амазонке удалось содержать победу. Но когда именно на земле происходили события, так подробно описаны и в преданиях. Установить дату войн, оставивших след в древнеиндийском эпосе, практически невозможно. Но у исследователей есть одна зацепка. Согласно священным текстам, Дургу почитал еще сам царь Рама. А время его правления пришлось, наконец, Трета-юги. Эры по ведическому летоисчислению, закончившейся более миллиона лет назад. Сам Рама тоже поклонялся Дурге, Божественной Матери, чтобы выиграть битву с Раванны, с демоном. Арджуна из Махабхар тоже поклонялся Дурге, чтобы выиграть битву с Кауравами на Кург-Шетре. Смотрите далее. Тысячи лет на планете царил матриархат. Все мы являемся потомками одной женщины. Амазонки владели металлургией Древней Руси. Предметы литейного мастерства были обнаружены во многочисленных захоронениях жен. Неужели в далекой древности женщины были столь могущественны? Может ли быть, что им принадлежала власть на территории всей Земли? На нашей планете долгое время царил матриархат. По мнению многих ученых, этому есть конкретное объяснение. Человек слишком долго привязан к матери. Формирование ребенка в утробе женщины и его последующее взросление, в отличие от большинства млекопитающих, не синхронизировано с астрономическим ходом нашей планеты. Отличается человек, у него существенное отличие, которое говорит, что может быть, он даже инопланетянин на нашей Земле. Внутриутробный период развития у человека 9 месяцев, а год всего 12. А все живые существа на Земле обязаны просто уложиться в год. От зачатия до становления взрослой особью должен проходить год. И вся жизнь синхронизирована периодами года. По мнению сторонников этой теории, естественная эволюция человека разумного происходила вовсе не на Земле, а на другой планете. И там астрономический год длился гораздо дольше. Если предположить, что человек откуда-то попал на Землю, то это могла бы быть Фаэтон, у которого год длился 4,5 года. Значит, первый год он освоил прямохождение, второй год он, так сказать, стал как бы половозрелым, и дальше все начинает развиваться уже нормально. Еще в 18 веке астрономы Тициус и Боде заявили, что согласно закону геометрической прогрессии, между Марсом и Юпитером должна находиться еще одна планета. Но куда она могла исчезнуть? В течение последних столетий в этой части Солнечной системы было открыто несколько карликовых планет. Как полагают ученые, это и есть обломки погибшего Фаэтона. Планета буквально разлетелась на части в результате космической катастрофы, вызванной столкновением с гигантским астероидом. Неужели жителям Фаэтона незадолго до катастрофы удалось спастись? Может, действительно, миллионы лет назад фаэтонцы переселились на Землю? Все мы являемся потомками одной женщины. Это генетики установили совершенно однозначно. Значит, это одна единственная женщина, потомками которой мы являемся, и задала весь ритм жизни. Девятимесячное, значит, внутриутробное развитие, длительный период детства, потом длительный период обучения, возрастления. Эта теория многим кажется спорной. Однако она находит подтверждение в народных верованиях. Мордва и морейцы, населявшие земли в междуречии Аки и Волги, сохранили предание о богине-роженице, одной из имен которой Масторава. Верховная Мать была прародительницей всех богов и людей. А женские божества главенствовали в пантеоне небожителей. Ведь Ава отвечала за стихию воды. Тол Аве подчинялся огонь. Вирь Ава считалась богиней леса. Кужья у них, как правило, ну, бери Атя, или Веди Атя, Кудатя, хотя они на втором плане мужские эти божества, на первом плане были женщины, женские божества. Доктор исторических наук Николай Мокшин не одно десятилетие изучает верование финно-угорских народов России. Профессор пришел к выводу, что на территории нашей страны матриархат господствовал дольше, чем где бы то ни было. И амазонки были последним напоминанием о былом безграничном господстве женщин. Материнский род не сдавался так просто. Традиции материнства были очень крепкими. И они сохранились во многом даже вплоть до сегодняшнего дня порой. К старых родителям. Так или иначе. Надо только уметь видеть их. А уметь видеть, это значит, надо быть знатоком. Быть настоящим этнографом, знатоком этих вещей. Своим женским божествам Мардва обращались по всем важным житейским вопросам. Переезжая в новый дом, молодожены брали благословение у Куд Авы, покровительницы домашнего щека. Супруги просили дарования детей у богини Ведь Авы. Согласно обычаю, чтобы ее задобрить, в воду бросали целую чашу пшена. Важно было подойти к водоему без лишнего шума, чтобы не спугнуть богиню-русалку. Считалось, что она сидит на берегу и расчесывает свои длинные волосы. Подобно своим верховным божествам, мордовские женщины стояли во главе семьи и рода. Они принимали все ключевые решения. По мнению ученых, элементы женского верховенства в семейном укладе Мардвы живы и по сей день. Память о продолжительной эпохе матриархата надолго сохранили даже мордовские национальные костюмы. Профессор Казанского университета Иван Николаевич Смирнов в своей книге «Мордва», большой исследователь финно-угорских народов, он писал, что мордовский женский костюм похож на долматик византийских царей. Что значит долматик? Это царская одежда. И когда мордовка наряжается на праздник, вот и этот костюм, он похож на царскую одежду. Не только богато украшенный костюм подчеркивал особый статус женщины. Именно хозяйка рода и семьи была хранительницей всех ценных вещей в доме. Традиционно у каждой замужней мордовки был личный парень. Сундук из цельного ствола липы с металлическим замком. Право проводить ритуальные обряды также принадлежало женщинам. Устраивались специальные женские моления, так называемые «бабонь каши» или «дома девичьего пива», куда мужчины, если приглашались, то в качестве зрителей или в качестве вспомогательной такой силы. Во время семейных обрядах, направленных на вымаливание благополучия членов семьи, главную роль играла пожилая женщина, которая обращалась к предкам, обращалась к богам с просьбой о том, чтобы род не пресекся, род продолжался, и они были бы к нему благосклонны. Она скребла монету и коренопреклоненно молила высшие силы о будущем своего рода. Но почему мужчины так безропотно подчиняли женщинам? Дело в том, что столетиями закрепить матриархальные устои предкам мордвы помогала существенная разница супругов в возрасте. Жена, как правило, была старше мужа на 10-15 лет. Жизненный опыт делал ее единовластной хозяйкой в доме. Мужчине оставалось лишь подчиняться. У морды довольно долго сохранялась традиция так называемых ранних браков. Когда паренек еще маленький, а его уже женили на взрослой девушке. И даже в фольклоре есть такие песни, когда девушка качает зыбку, где сидит ее жених. Так сказать, еще маленький, а она еще качает. И выражает недовольство, что вот ты такой всякой, вот я тебя дерну сюда, дерну туда, какой ты там мне муж и так далее. Под контролем женщин оказалось даже исконно мужское ремесло – литейное производство. Эти литые металлические изделия из коллекции Мордовского краеведческого музея были обнаружены на месте древних поселений Мокши и Эрзе. Они относятся к началу первого тысячелетия нашей эры. Изготовлены украшения и предметы быта женщинами. Предметы литейного мастерства были обнаружены во многочисленных захоронениях женских. Это тегели, льячки, ковшики, формы для расплавленного металла. Все-таки отношение к человеку, занимающемуся выплавкой, работой с металлами, было достаточно серьезное. Этот человек пользовался уважением. Он был даже где-то и колдуном, то есть человеком-сведущим. Смотрите далее. В прошлой жизни амазонки были мужчинами. Реинкарнация – это не теория. Это такой же закон природы, как закон гравитации, как закон сохранения энергии. Где живут дочери древних воительниц? Анализ ДНК одной монгольской девочки, Мирамгуль, показал, что у нее был такой же генотип, что и у женщины, останки которой мы извлекли из земли в покров. Женщина сама решила, какой род деятельности ей выбрать. Это могло быть и литейное ремесло, и воинское искусство. Может, купцы, послы и просто любопытные путешественники из Европы и Арабского Востока не зря принимали за амазонок именно этих бесстрашных и сильных женщин с берегов Волги. Под амазонками имелись в виду племена Мордовии. То, где сейчас живет Мордова. У них до сих пор во всех обрядах, и языческих особенно, сохранились вот эти амазонские элементы. Женщины являлись воительницами. Основной доблестью женщин – это число убитых врагов. Это все были мужчины. Убивали они по-настоящему. О том, что на территории современной России в древности жили сильные и воинственные женщины, похоже, было хорошо известно и древним индийцам. Знаменитая Махабхарата повествует о том, как герой Арджуна со своими войсками отправляется далеко на север и попадает в страну амазонок. Легендарный воин был очарован необыкновенной красотой царицы, воительниц Парамиты. Арджуна предложил ей стать его женой и уехать с ним в Хастинапу. В далекую Индию северная амазонка отправилась с целым караваном богатств. В самой древней Индии рождение на земле воинственных женщин всегда связывали с таким феноменом мироустройства, как реинкарнация. Душа странствует в пространстве, меняя тело за телом. Об этом, в частности, говорится в Бхагавадгите. Там конкретно говорится, что, подобно тому, как душа переходит из тела ребенка в тело юноши, тело зрелого человека, также после смерти она войдет в тело, в новое тело и начнет жить. И также говорится, что тот, кто родился, непременно умрет, а тот, кто умер, обязательно родится. Неужели амазонки унаследовали агрессивность и отвагу, стремление побеждать и властвовать из собственных прошлых жизней? Согласно древнеиндийским сказаниям, жизнь в облике женщин-воительниц была наказанием для провинившихся воинов, возможностью искупить свой грех перед богами. В древних священных текстах, например, Бхагавата Пурани, которая известна также как Шриман Бхагаватам, описаны случаи, когда мужчина в следующей жизни становился женщиной. Это происходило либо по проклятию из-за его прегрешений, даже это касается, собственно, жителей райских планет, когда по проклятию они вынуждены были родиться женщинами на земле. Так вот, не только по проклятию, но и из-за своей привязанности к женщине. Постоянная медитация, постоянное пометование о женщине, постоянное размышление о ней, что у нас называется горячей любовью. Авторы древнеиндийского эпоса утверждали, что если на пороге смерти сознание мужчины заполнено размышлениями о любимой женщине и земными страстями, то в следующей жизни его душа найдет воплощение в женском обличье. Что это, вымысел или древние знания, которые пока не нашли научного подтверждения? Американский биохимик, профессор Виргинского университета Ян Стивенсон в 20 веке провел масштабное исследование в области парапсихологии. Ученый за 40 лет изучил более 3000 случаев предполагаемой реинкарнации. Случаев, когда дети подробно описывали свою предыдущую жизнь и даже называли свои прошлые имена. В ходе исследования многие рассказы удалось подтвердить. Сам же профессор Стивенсон заявил, что изучение феномена реинкарнации может помочь современной медицине понять, как устроена человеческая память, разобраться в том, как происходит развитие личности. Так может и перерождение согрешивших воинов в обличии амазонок вовсе не вымысел. Просто этому пока нет научного объяснения. Реинкарнация – это не теория. Это такой же закон природы, как закон гравитации, как закон сохранения энергии. Просто в силу каких-то стереотипов человек современный пока не может принять этого в силу своей какой-то, может быть, ограниченности. После того, как на нашей планете распространился патриархат, амазонки были вынуждены сложить оружие. Но до сих пор из самых затерянных уголков Земли время от времени поступает известие о том, что найдено новое племя, похожее на амазонок. Якобы женщин, предпочитающих обходиться без мужчин, все еще можно встретить в Новой Гвинеи и в Южной Америке. Амазонки очень метко стреляют из лука. У них нет лошадей, но воительницы отлично обходятся и без них. Они так быстро бегают, что кажутся неуловимыми. Амазонки, они же есть и в Южной Америке. И, в общем, все местные племена их жутко боятся, потому что они очень сурово. Более-менее они мягкие в один период. Это весной, когда, так сказать, в общем, они проводят свои брачные игры. И все-таки мальчиков потом они обратно подкидывают в эти семьи. И девочек оставляют у себя. Это вот сложный такой вот структурный элемент амазонки. Они до сих пор еще есть в природе. На территории Евразии сохранились лишь легенды о прекрасных амазонках. Но если они существовали, то куда подевались их потомки? Директор Американского Центра по изучению евразийских кочевников Джанин Дэвис Кимбалл всю свою жизнь ищет ответ на этот вопрос. В распоряжении американки оказался уникальный ДНК-материал, полученный еще во время археологических раскопок, которые проводились в СССР на берегах Волги и на Южном Урале. Масштабное генетическое исследование, осуществленное Дэвис Кимбалл, показало, что за прошедшие столетия дочери русских амазонок расселились за тысячи километров от древних поселений своих праматерей. Анализ ДНК одной монгольской девочки, Мирамгуль, показал, что у нее и у ее матери был такой же генотип, что и у женщины, останки которой мы извлекли из земли в покровке. У Мирамгуль довольно светлые волосы, у нее веснушки. Она совершенно очаровательна. Она помогала родителям ставить юрту. Она могла ездить верхом, как взрослая. Она – типичная представительница кочевого народа. Можно сказать, что она самая настоящая амазонка. В Западной Монголии до сих пор сохранились традиции животноводческого хозяйства. Как и сотни лет назад, сегодня люди пасут на пастбищах стада, живут в юртах и носят одежду, напоминающую древние наряды кочевников. Правда, из лука потомки амазонок сейчас не стреляют. Белокурые волосы и веснушки, несвойственные монголоидам, по словам доктора Дэвис Кимбл, это прямой признак родства с древними амазонками, которые пришли сюда с севера. Ученые признают, что на протяжении тысячелетий амазонки жили на обширной территории современной России от Дона и Волги до юга Уральских гор. Самое основное сходство между амазонками, то есть воительницами из разных стран, является то, что в обществе они занимали доминирующее положение. В некоторых случаях у них было матриархальное общество. На сегодняшний день Джанин Дэвис Кимбл обнаружила гены древних амазонок у жительниц Монголии, Казахстана, Туркменистана, Ирландии, Англии. Все они оказались потомками тех самых дев-воительниц, когда-то живших на территории современной России. На основании археологических находок и анализа ДНК ученым даже удалось создать портреты легендарных амазонок древности. У одной из них очень широкие скулы. Тип лица похож на кавказский. А что касается второй женщины, мы сделали анализ ее ДНК, и ее реконструированное лицо скорее относится к монголоидному типу. Оно не столь утонченное, как первое. Я считаю, что амазонки тоже были совершенно разными, как и современные люди. Прекрасная антиопа из древнегреческих мифов, древнеиндийская царевна Тхадатагаи, бесстрашная полонница Савишна, все они предпочли звону мечей и воинской славе, простую земную любовь. Добровольно сложили оружие перед своими избранниками. Вот только слабым полом те, кто считает себя потомками деввоительниц, так и не стали. По сей день на Дону и на Волге среди тысяч женщин можно легко узнать дочерей амазонок. Они по-прежнему покоряют любого мужчину одним только пламенным взглядом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok